Этот график просто поразит твое сознание. Мы ждем этого движения вот здесь, которое произошло, например, в 2015 году, когда мы поднялись выше этого уровня Фибоначчи. Это привело к взрыву цены тогда. 2019 год, когда мы оказались выше этого же уровня Фибоначчи, произошел взрыв цены. И в 2023 году мы ждем, когда биткоин тоже поднимется выше этого уровня Фибоначчи, ведь это и станет стартовой точкой для абсолютного взрыва цены. В этом видео я собираюсь объяснить две вещи. Во-первых, когда, по моему мнению, произойдет этот взрыв цены. И во-вторых, что более важно, что будет делать биткоин перед этим взрывом. Потому что на графике случается множество фейкаутов, ложных пробоев, но, к счастью для нас, эти фейкауты идеально повторяются в каждом цикле. И сегодня я раскрою все секреты рыночных циклов прямо в этом видео. Меня зовут Богатейщий Ди, и добро пожаловать на мой канал, где мы не продаем рекламу, не делаем никакого платного спонсорства, не проводим никаких рекламных кампаний. Вместо этого мы говорим о криптовалютах, графиках и экономике. Поэтому, если тебя это интересует, и ты тут впервые, не забудь подписаться и поставить лайк. Это очень поможет каналу. Кстати, все, что мы обсуждаем, это не финансовый совет, а всего лишь образовательно-развлекательный контент. Это месячный график биткоина против доллара США. Он построен на уровнях Фибоначчи. Вот с такими настройками. Уровень нулевой, уровень 0382 и уровень 078. Эти уровни нарисованы на каждом цикле биткоина за всю его историю. Это поможет нам понять, что биткоин повторяет одно и то же движение в каждом отдельном рыночном цикле. Давай разберем структуру цикла детальнее. Начнем с этого диапазона, который обозначен красной рамкой. Он представляет собой дно рынка, в котором цена достигает нулевого уровня по Фибоначчи. Так было в 2015 и 2019. Это был один и тот же диапазон, обозначающий дно рыночного цикла и касающийся нашей нулевой линии. Что же было в 2023 году? Тот же диапазон, который обозначил дно рыночного цикла и коснулся нашей нулевой линии. Что происходит после того, как цена выходит из этого диапазона? Выходом из этого диапазона считается рост цены выше уровня 0.38 по Фибоначчи. Именно в этот момент рынок переходит в первую фазу бычьего роста и строит поддержку цены на этом же уровне 0.38. Так было в 2015 году и так же было в 2019. Движение выше этого уровня и построение поддержки на уровне Фибоначчи 0.38. Теперь 2023 год. Что мы сделали? Цена прошла этот красный диапазон, который обозначил дно рынка, а затем поднялась выше уровня 0.38 по Фибоначчи и теперь строит поддержку прямо на нем. Цена совершает одни и те же движения в каждом рыночном цикле 2015, 2019, 2023. Что же происходит дальше в рыночном цикле? А дальше мы видим вот такое движение вверх, которое в каждом цикле обозначено вот этим зеленым эллипсом. Этот зеленый эллипс показывает буквально параболическое движение вверх к уровню 0.78 по Фибоначчи, от которого затем цена отталкивается вниз. Именно это движение цены от уровня 0.38 до уровня 0.78 захватывает внимание публики. Его подхватывают заголовки во всех новостях и СМИ. Аудитория чувствует эйфорию, потому что это очень большое и яркое движение, которого до этого не было очень давно. Еще раз. Дно. Накопление на поддержке. И взрыв до уровня 0.78 по Фибоначчи. А затем откат цены от этого уровня. Падение рынка в 2015 году на 40% и на 25% в 2019. Посмотри, 2019 год, дно, накопление, взрыв до уровня 0.78 и откат цены от этого уровня на 25%. Вывод. С первого раза пробить уровень 0.78 по Фибоначчи у биткоина не получалось никогда ни в одном из рыночных циклов. На графиках откаты от этого уровня обозначены красным кругом. Здесь и здесь. И где же мы находимся сегодня? В каком месте рыночной структуры? У нас есть этот красный диапазон, который находится ниже уровня 0.38 по Фибоначчи и который обозначил дно. Точно так же, как в 2019 и 2015. Эти красные диапазоны тоже находились ниже уровня 0.38 по Фибоначчи и тоже обозначили дно. Затем цена, наконец, поднимается выше уровня 0.38 и превращает его в поддержку. Точно так же, как мы делали это здесь в 2019 и здесь в 2015. Так что мы идем точно по графику. Движение абсолютно идентичное. И вот что происходит дальше. Этот зеленый эллипс обозначает взрывное движение к уровню 0.78 по Фибоначчи. Это не занимает дни и даже недели. Это занимает месяцы. В 2015 году это было 4 месяца. В 2019 году это было 5 месяцев. На данный момент в 2023 году это движение происходит только второй месяц. Итак, в рыночной структуре, которая повторяется уже в третий раз, мы находимся в фазе движения цены вплоть до уровня 0.78. Следующий шаг это откат цены от этого уровня вниз. Как в 2019 и 2015. Думаю, момент достижения уровня 0.78 по Фибоначчи будет отличным для того, чтобы зафиксировать прибыль. Это, если что, не финансовый совет, но просто очень очевидное совпадение с прошлыми рыночными структурами. Вполне вероятно, но не гарантировано, что биткоин в ближайшие пару месяцев еще будет расти до этой отметки 0.78 по Фибоначчи. И очень вероятно, что мы встретим большое сопротивление на этом уровне и даже коррекцию от 25 до 40%. Опять же, 2019 год именно от этого уровня биткоин откорректировался на 25%. В 2015 году именно от него же биткоин откорректировался на 40%. Исторически, как показывают уровни Фибоначчи, уровень 0.78 был отличным для фиксации прибыли. Итак, возможный сценарий. В течение следующих двух месяцев очень вероятно, что цена биткоина достигнет уровня 0.78 по Фибоначчи или же приблизится максимально близко к нему. Это около 48 тысяч долларов. После чего первая попытка пробить этот уровень будет неудачной и мы получим откат цены, коррекцию от 25 до 40%. 36 тысяч долларов или 28 тысяч 800 долларов. Обрати внимание, что в 2015 году, например, мы коснулись этого уровня 0.78 только лишь тенью свечи. Мы встретили серьезное сопротивление уже на подходе к нему, а не на нем самом. Поэтому и сейчас нужно рассчитывать не на 48 тысяч долларов ровно, а на какое-то число пониже. Иначе ордера просто не заполнятся. Цена не дойдет до них. Теперь, что произойдет дальше? Это время для покупки. Не так ли? Если мы зафиксируем какую-то прибыль в районе уровня 0.78 по Фибоначчи, мы ведь должны перезайти на откате, правда? Как, например, в 2015 году мы откатились от уровня 0.78 по Фибоначчи на 40%, а затем перезашли в биткоин ниже. В 2019 году было то же самое, только откат составил 25%. 40% коррекции от 48 тысяч долларов – это около 30 тысяч долларов. И 25% коррекции от 48 тысяч долларов – это 28 тысяч 800 долларов. Ориентируемся приблизительно на такие отметки. В любом случае будет не лишним зафиксировать прибыль на этом уровне и перезакупиться позже, так как дальше происходит самое интересное во всем рыночном цикле, что обозначено желтыми эллипсами. Это пробитие этого уровня 0.78 по Фибоначчи, а после превращения его в поддержку начинается абсолютный параболический взрыв цены. В 2015, в 2019 и в 2023 или 2024 произойдет то же самое. Также напоследок я хочу добавить. Ни в коем случае не нужно выходить из биткоина полностью, всегда нужно держать что-то на всякий случай. Надеюсь, это видео было для тебя интересным, полезным или познавательным. Если это так, поделись им с друзьями или у себя в социальных сетях. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»